И мы уже облегчили Кур'ан для дзикра, для поминания. Но есть ли поминающие? Ясарна, облегчили, то есть сахальна, упростили. Аллах говорит, мы упростили Кур'ан, мы облегчили Кур'ан. Кур'ан это Писание Всевышнего Аллаха. Который был апостолом Мухаммаду, куда был совет, и Аллах приветствует. Был Кур'ан, был назван Кур'аном. Почему у него такое название, Кур'ан? Кур'ан переводится как читаемое Писание. И поэтому Кур'ан назван Кур'аном, потому что он читается всегда. Даже в данный момент нет на земле такого селения или такого города, или такой местности, где бы не читался Кур'ан. Всегда читается Кур'ан. Вот в любое время, суток возьми, где-то всегда будет читаться Кур'ан. Поэтому он и назван Кур'ан, потому что он читается от слова читаемое Писание. И Аллах сказал, И мы облегчили, упростили Кур'ан для поминания. Что значит зикр? Некоторые ученые сказали, То есть мы облегчили Кур'ан для заучивания. То есть легко его заучить. То есть Кур'ан был упрощен для того, кто хочет его заучить. Но также были другие мнения высказаны. Сказали, что То, что были облегчены его смыслы для того, кто размышляет над Кур'аном. Тот, кто задумывается, он понимает Кур'ан. Что хочет сказать Всевышний Аллах Суханахваталя. И облегчено было его произношение для того, кто хочет заучить. Но также сказали, что имеется в виду для поминания. Кур'ан был облегчен для поминания. Назидание и увещевание. То есть Кур'ан был облегчен для того, кто хочет извлечь из него для себя урок. Кто хочет взять какое-то назидание для себя. Вот для таких он был облегчен. Тот, кто читает Кур'ан для того, чтобы извлечь для себя какой-то урок. Взять для себя какое-то назидание. Аллах такому облегчит это. И он возьмет для себя назидание и возьмет для себя пользу. И вот этот последний смысл, он более близок к правильному. Говорит Шейш. Потому что Всевышний Аллах этот аят заканчивает словами. Но есть ли те, кто взял назидание? Но есть ли те, кто внял этому Кур'ану? То есть разные мнения сказали. Мы упростили Кур'ан для поминания. Что значит для поминания? Ты сказал, для заучивания. Заучить легко. Другие сказали, понять легко. Если ты будешь считать, ты его поймешь. Третьи сказали, нет. Легко взять из него урок для себя. Легко извлечь какое-то назидание. И Шейх говорит, вот это последнее более правильно. Почему? Потому что Аллах говорит, мы не спасали Кур'ан для поминания или для зикра. Но есть ли те, кто взял урок? Но есть ли те, кто внял этому назидание? То есть, говорит Шейх, есть ли те, кто внял ему? Вместе с тем, что Аллах облегчил его для поминания. Афа ла ялику бина. Ва кад саххал Аллаху аль-Кур'ана лид-зикр анна-та'иза ванна-та-заккар. Шейх задает нам вопрос. Говорит, неужели не следует нам, вместе с тем, что Всевышний Аллах для нас облегчил Кур'ан, для поминания. Так неужели же нам не следует взять для себя назидание и опомниться? Неужели, когда мы открываем Кур'ан, мы не думаем о том, что сейчас я должен извлечь для себя урок, читая этот Кур'ан, должен взять для себя какое-то назидание? Оно должно послужить для меня увещеванием? Я что-то в себе должен исправить? Шейх говорит, Баля хадиху валяйк. Да, вот так и следует подходить к Кур'ану. Именно таким образом. А и Аллах поэтому говорит, фахальмим муддакир. Но есть ли те, кто так делает? Но есть ли те, кто таким образом подходит к нему? То есть, но есть ли упоминающие назидание?